Почему? Потому что тот мужчина, который унижает женщин через своё учение, это мужчина слабый, который в данном случае этот Яковлев выбрал себе какую-то страшненькую жену, видимо её загнал там в чёрное тело, в ежовые рукавицы, да, там, «Я мужик, бой, что значит, мои рабыни!» и всё такое. Ну, это комплексы, понимаете? Я против домостроя, я против всяких ведических мужчин, ведических женщин. И женщины и мужчины, согласно своей конструкции мозга, всей своей структуры личности, конституции тела, психики, они все разные. Бывают мягкие мужчины, бывают жёсткие женщины, доминантные. И это не проблема. Просто нужно подбирать. И наоборот, бывают такие классические мужчины, доминантные, послушные, покладистые, мягкие женщины. Прекрасно. Но не надо всех под одну гребёнку. И вот я, например, учу женщин и на консультациях, и на стримах, и везде, где только могу, быть самостоятельными, отдельными. В первую очередь от своих родителей, от своих мам, от своих мужей, экономически, прежде всего, психически, эмоционально, как угодно. Свобода. Я ратую за это. Это и есть условное психическое здоровье. И избавляю своих клиенток и от боли, и от созависимых отношений, и от всяких страданий, мучений, и мужей, там, придурков, абьюзеров, и таких же мам с папами и так далее. А вон чему учат, я не понимаю. Загнать всех женщин в какое-то стойло, чтобы они смотрели снизу вверх на мужчин, и облизывали их с ног до головы, потому что там в каких-то ведах написано. Это бред. Женщины сейчас впереди планеты всей, и у них есть все возможности и обучаться, и открывать бизнесы, и работать, и зарабатывать. И они вообще с фору, и с точку вперед многим мужчинам дадут. И это прекрасно. Если это происходит, значит, так должно и должно быть. А вот то, что он говорит, вся его эта философия, как бы древняя, это его комплексы. Вот и все. И вот его это нападение на женщину, это только лишнее тому подтверждение. Вот он так же себя ведет и с женой дома. Будьте уверены, он абсолютно не сдержанный, ущербный, злобный мужчина. Ну, если его так можно теперь вообще именовать. Понимаете? По поводу того, что муж этой женщины в зале был в два раза больше Сати. Понимаете, в драке побеждает не тот, кто больше, а тот, кто наглее. Тот, кто борзый, дерзкий, резкий, не боится. Который просто, ну, вообще против всех правил. Наглый, жестокий, смелый, дерзкий. Это в жизни всегда так. Если вы будете там, ну, ничего не будет. Если вы боитесь, если вы не готовы, если вы там о чем-то думаете, не о том. У вас должна быть одна цель. Убить противника. Все. И такое тоннельное видение, мышление. Ну, короче. А здесь он просто, ну, как? А как он встанет? И что, получается? Против самого Сергея Яковлева. Вот Оксаночка пишет, что зал потом аплодировал. Ну, вот такая аудитория.